Административная реформа – это процесс пересмотра функций исполнительной власти, закрепления необходимых и упразднения избыточных функций, а также создание соответствующей по задачам и структурам системы исполнительной власти. Основными целями административной реформы являются первое – повышение качества и доступности государственных услуг. Второе – ограничение вмешательства государства в экономическую деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекращение избыточного государственного регулирования. Третье – повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти. Принятие ряда мер поспособствует достижению поставленной правительством Российской Федерации цели. Для этого в Кузнецке должен появиться многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и государственных услуг. Сейчас городской власти необходимо заниматься разработкой и внедрением стандартов государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, модернизировать систему информационного обеспечения, чтобы она соответствовала модели современного многофункционального центра, вся деятельность которого будет направлена на повышение эффективности работы органов местного самоуправления. Кроме этого, уже сегодня необходимо разработать стандарты муниципальных услуг и регламент выполнения муниципальных функций, четко понимая разницу, что такое функция, а что такое услуга. И то, что функция исполняется, а услуга предоставляется. Для удобства граждан местная власть планирует определить, какие услуги рационально использовать через новый многофункциональный центр, а какие в традиционной форме. Ставятся задачи создания единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам и доставить гражданам и юридическим лицам возможность получить одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг. Кроме этого, работа центра позволит свести к минимуму взаимодействия граждан с должностными лицами. Создание такого центра, реализация его деятельности требует всесторонней проработки вопроса. Поэтому, по мнению Олега Гусынского, необходимо провести ряд обучающих семинаров для аппарата городской администрации, при этом обязательно используя опыт работы подобного многофункционального центра, который существует в Пензе. Изучали этот опыт и задача поставлена в этом году, в 10-м, именно в Кузнецке, чтобы такой центр заработали у нас. Тем более, вы знаете, что здесь и наше финансирование, и областное финансирование, в федеральной части приобретение компьютеров и всей техники. Поэтому, насколько я знаю, область уже свои обязательства и в Кузнецком выполнила. Поэтому нам необходимо здесь тоже все эти вопросы форсировать, оперативно эти вопросы решать. Это программа «Минимум». Центр появится в Кузнецке к осени 2010-го, а программа «Максимум» рассчитана на 4 года. Это переход к электронному правительству, который является новейшим вариантом партнерства власти и населения. На сегодня в администрации Кузнецка успешно работает интернет-приемная. И эта форма общения граждан с представителями исполнительной власти является пока лишь небольшой частью всей инфраструктуры электронного правительства, к которому органы местного самоуправления полностью должны перейти к 2014 году.